Гребневское кладбище долгие годы выполняло свои функции, однако осенью этого года вышло постановление администрации о прекращении его деятельности. Слишком близко находится к воде, расположено оно вдоль берега Барских прудов. Жители поселения заволновались, а как же быть с так называемым родовым захоронением, где все члены одной семьи погребены рядом. С этим вопросом целая группа обеспокоенных граждан пришла на прием к руководителю районной администрации. Алексей Валов заверил, несмотря ни на что, разрешение на семейные захоронения и подзахоронения давать будем. Получить его можно в администрации района. В настоящее время прорывается вопрос об уставлении территории кладбища Гребневской, 50-метровой водоохранной зоны, за пределами которой можно будет проводить подзахоронение умерших в пределах родственных захоронений. Не в урнах после кремации, а родственных подзахоронений. Но в любом случае никому не откажу. Даю слово. Другой, не менее важный для жителей вопрос – работа управляющей компанией на территории поселения. Сейчас на управление домами в результате открытого конкурса заступила компания «Эверест». Однако жители утверждают, они еще до конкурса провели собрание и выбрали Гребневскую службу ЖКХ, которая на тот момент лицензию не получила, однако сделала это позже. Все было. До конкурса все отравлено. Значит, наши дома, они должны были идти на конкурс. Почему они пошли на конкурс? Почему вы заключили договор с «Эверестом», если мы уже избрали компанию себе? Алексей Валов обещал разобраться в спорной ситуации. В минуту недельку я попросил у вас, поработаю и соответствующим образом дам вам ответы, информацию по развитию событий на перспективе. И если это системная ошибка, будем разбираться с руководителями, которые это допускают. Я буду, после того, как изучу документы, поступать по закону. В следующий раз с вами привет. Немало вопросов жители задавали по поводу налога на земельные участки. Некоторых волновало движение общественного транспорта. Других – расселение из домов Ветхого жилищного фонда. Алексей Валов постарался как можно подробнее ответить гражданам на их вопросы, а часть жителей пригласил к себе на прием в администрацию Щелковского района для более детального рассмотрения их проблем. Наталья Медведева, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».